всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня поговорим о сколько все-таки стоит машины в штате нью-йорк потому что в разных штатах разные цены до например в калифорнии гораздо дороже чем в нью-йорке поэтому я буду говорить о нью-йорке все таки и так вот наша вот моя машина первая toyota корова вот нам ее подарили подарил хозяин этой собственности она не была на ходу но мы как бы муж взял все купил починил и тоже вложили достаточно много как бы около 600 700 долларов мы вложить вот если бы мы знали самого начала какие цены на машины мы бы добавили еще 200 300 и купили бы уже не делая ее да вот слева находится машина мужа вот но я люблю тойоту потому что она более нежнее в управлении чем этот джипар этот джип мы взяли за 2000 до 2000 долларов 2000 доллара она буквально там пару каких-то небольших деталей надо было кое-что поменять но немного вот и принципе такие цены на такие джипы есть за 3 за 4000 точно такие же все очень удивляются тем что мы так дешево и и взяли но буквально вчера мы смотрели на крае глисте нашли точно такой же за 1200 на газон даст выставляют свои машины на продажу на заправке много встретишь и тоже машин но они гораздо гораздо в два-три раза дороже чем на крае глисте вот то что я вам советую лучше смотреть на сайте или все таки ну смотрите не спешите потому что люди думают что дешево на самом деле есть еще дешевле может как обычно заниматься машиной своей в свободное время я делаю видео он занимается своей любимой работой чистить что-то чинит там ковыряется в этой машине не знаю сосед номер один который сбил недавно на днях оленя чисто случайно как они так выбегают быстро и вообще не реагирует на машины что их достаточно ну невозможно остановиться вовремя вот и сосед номер два тоже нечаянно сбил оленя буквально месяц назад та же самая история сосед номер один и за то что за то что нужно было там зафиксировать там радиатор там еще что-нибудь поставить все зафиксировать до спереди то что было сбито он уплатил 500 долларов до цены на починку машин почти то же самое что пойти к врачу и вылечиться да почти те же самые цены и хочу вам рассказать что когда мы муж на днях купил на ebay эти неоновый этот неоновый свет да вы видите два слева два справа и он приклеил пару долларов там платил дешево так вот мы он снова сделала на страховке выполнил снова заявку из написал что у него спереди четыре таких неоновых лампочек и ему сделали скидку около 8 до 8 долларов ему сделали скидку и каждый месяц минус 8 а уже оплачиваем за страховку машины что даже мы не знали об этом как бы муж решил да просто давай напишу там тут бац скидка отлично тут можно позволить себе машину тут у нас в районе нашем поселке да и поблизости нет никакого транспорта я имею ввиду нет автобусов нет там этого метро да тут у всех у каждого человека есть машина каждый себе может позволить купить машину может бывают такие объявления на крейглисте что люди выкладывают на этот сайт например свою машину да без всякой стоимости как бы они им не нужна эта машина им не нужна только занимает место как бы кто хочет можете приехать и забрать ее бесплатно как бы да есть такие объявления тоже или я встречала такие объявления что люди например там многодетная мама вот написала сообщение на крейглисте что вот как бы нету мужа у меня двое-трое детей и очень тяжело нам нужна машина я не могу себе позволить ее купить как бы кто может как бы подарить нашей семье мы будем очень благодарны есть некоторые которые даже просто отдают ее на металлолом бывает вы не даже не представляете бывают такие машины шикарные чуть ли не нулячи ну год-два поездил на ней там мерседес бмв какие хочешь можешь встретить на этом металлоломе они их сдают вместо того чтобы подарить кому-то или продать они их сдают на металлолом им дают там долларов двести-триста ну зависимость какая машина да и они ее разбирают продаются по запчастям и прессует все на металлолом вот ты не имеешь права даже если они взяли ее за 200 да ты даже если им предложишь ты еще они они тебе не продадут они не имеют права даже рабочий который работает на этой в этом месте как бы тоже не имеет права их брать или купить человек сдал на металлолом значит нужно разобрать нужно перепродать собчасти и машину на пресс будет возможность я обязательно сниму видео вам покажу как это все происходит муж не обещал показать мне это место он горит там можно целый фильм снять как бы будет интересно но с одной стороны будет очень и очень очень тяжело на это все смотреть вот и все я пошла встречать дочурку мою со школы и мы идем кушать виду кормить всю свою семью мне приятного аппетита а вам хорошего дня и не болей целую пока